В группу, которая оплачивает по предоплате, попали потребители малого и среднего бизнеса. Почему они попали в эту группу? Потому что для нас это группа риска. В каком плане? Работая на этом рынке 8 лет, мы столкнулись с такими проблемами. Кто-то решил открыть свой бизнес, заключает с нами договор, начинает потреблять электроэнергию. Месяц, потом второй, у него бизнес не пошел, он его быстренько закрывает и уходит. У нас же сегодня элементарно просто закрыть предприятие, никаких обязательств, даже не надо банкротом его объявлять. Просто закрыл и все. И никто не спрашивает, коммунальные услуги оплачивал он или нет. И получается, что весь этот риск ложится на плечи нашего предприятия. Поскольку развитие малого и среднего бизнеса находится под контролем государства, то Национальная палата предпринимателей тоже за это дело очень плотно взялась. И будем говорить так, нас настоятельно попросили уйти от стопроцентной предоплаты. На сегодняшний день кассовый разрыв у нас составил 5 миллиардов. Это опять убытки для нашего предприятия. В этот раз все будет очень жестко. Мы не можем допустить, чтобы из-за кого-то, у кого проблемы, пострадал весь город. А как вы будете с этим налогом? Отключать? Экибастовская ГРЭС-1 и ГРЭС-2, у которой мы покупаем электроэнергию, и которая составляет 25% от общего объема покупки электроэнергии, с 1 февраля снизили цену на 15 тенек. Алматы энергосбыт, поскольку мы законопослушны, мы с 1 февраля снижаем свой тариф до 15,52 тенге за киловатт-час. Этот произведен расчет, он предоставлен в департамент агентства по регулированию естественных монополий и выставлен на, как говорится, общее пользование. Это вот ответ на вопрос, почему с 1 февраля в Алматы энергосбыт тариф стал 15,52.